Праздник Воздвижения Креста Господня который отмечается 27 сентября в пятницу Этот праздник относится к 4 веку христианской эры и служит нам напоминанием о той крестной жертве Христовой которая была принесена Богочеловеком за искупление всего человеческого рода для спасения всего мира В 326 году равнопостальным царем Константином а точнее даже матерью его равнопостальной Еленой в Иерусалиме был найден животворящий крест Господень на котором некогда был распят сам Христос Господь На протяжении всей христианской истории крест являлся для нас символом радости, торжества, победы Христа над дьяволом, добра над злом и жизни над смертью О кресте Господнем святитель Иоанн Златоуст современник тех событий писал такими возвышенными поэтическими словами Где крест, там жертва Где жертва, там искупление Там примирение с Господом Там праздник и радость Воспоминая воздвижение животворящего Христа Господня мы радуемся о том, насколько дорог Богу Творцу сотворенный им мир насколько ценны и любимы созданные им люди и на что готов наш Господь ради искупления и ради спасения всего человеческого рода В Евангелии от Иоанна, которая звучит в храмах в эти дни есть такие восхитительные слова ибо так возлюбил Бог мир так возлюбил Бог мир что отдал своего единородного Сына чтобы всякий верующий в Него не погиб но имел бы вечную жизнь радость именно об этом искуплении человечества от грехов и одаровании вечной жизни и составляет сердцевину празднования воздвижения Креста Господня 30 сентября мы называем этот день 30 сентября вселенскими именинами потому что очень много женщин носят эти имена веры, надежды, любовь, софии это христианские добродетели и вспоминая этих святых мы конечно же вспоминаем ту эпоху это заря христианства это второй век по Рождестве Христу будучи вдовой София воспитала своих дочерей в вере и эту веру святые вот эти мученики будущие девочки не скрывали то есть они открыто называли себя христианами а в то время в Римской империи христианство было гонимо и поэтому они заведомо понимая что они подвергают себе опасности они не отрекались от Христа но делали это естественно проповедовали свою веру то есть молились, рассказывали людям о Христе и делили свои радости так как они понимали свою веру на них был донос на них донесли императору император был именем Адриан и он был очень жестоким человеком и ненавистником всего христианства он был язычником идолопоклонником и имел нечестивую грешную жизнь когда он узнал о том что есть в его империи такая вот и тут в Риме в столице империи верующая семья он пригласил их к себе и конечно же София понимала что ее с дочерями ведут не праздновать не в гости, не на пир ведут их а на страшные испытания и она укрепляла своих дочерей чтобы они мужественно исповедовали веру христианскую и не отреклись от нее Адриан уговорами, лестью, подарками хотел соблазнить святых мучениц чтобы они отреклись от Христа и взамен он им дал бы очень много даров подарков, ну и конечно жизнь сохранил но девочки не вняли вот этим листивым, лживым речам и тогда император решил устрашениями пытками вырвать из них отречение от Господа и начал он пытать и казнить старшую сестру их им было 12, 10, 9 лет это совсем юная траковица но все они мужественно претерпели испытания и в житиях святых а ведь что такое жития святых? жития святых это фактически протоколы тех допросов и пыток, которые вели эти палачи все это сохранилось и до наших дней и чудеса являл Господь на этих юных и слабых девах их клали на колесо, распластали и били палками до того, что плоть их расползалась под ударами потом их бросали на раскаленную железную решетку и бросали в кипящее олово до одного только наименования этих пыток хватит для человека, чтобы он лишился жизни они все это претерпевали то есть Бог даровал им такую силу а по учению Святой Церкви мы понимаем, что мученики имели возможность удерживаться в терпении и благодушно переносить скорби только лишь потому, что ни на одно мгновение они не теряли связи с Богом если только человек теряет связь с Богом, теряется вера божественная благодать отходит от человека и он теряет силу и отрекается вот надо сказать, что ни вера, ни надежда, ни любовь, самая младшая не лишились поддержки Господа, потому что имели крепкую веру и до конца претерпели все испытания а мать их София, она их укрепляла и ободряла когда все дочери были казнены то есть мучители видели, что Бог являет им великую милость не внял Адриан, что это Христос являет силу он думал, что они такие сильные чародейки и что над них вот эти силы бесовские являют через волхование свою помощь это безумие и он так и не внял истине о силе Христовой веры и велел этих девочек усечь мечом то есть им они были обезглавлены тела растерзанные дочерей были отданы Софии и она их похоронила и три дня она провела в покаянной молитве на могилах своей дочерей и мирно предала душу Господу поэтому мы в этот день прославляем Христа и его святых мучениц которые доказали Богу верность и вошли через страдания в великую славу и великое небесное царствие с нравственной точки зрения необходимо здесь выводы сделать и нам такие дело в том, что вот современная вообще человеческая цивилизация она очень сильно повреждена в глубине своего миропонимания то есть сейчас уже когда мы говорим о любви то мир уже воспринимает чувственные желания какую-то похоть а ведь любовь это жертва и более того нужно, чтобы каждый человек и христианин, и любой человек понимал что любовь это задача потому что нам необходимо любить друг друга мы сами страдаем от того, что не имеем любви и мы хотим избавиться от чувства ненависти от неприязни, но она у нас не получается и земля стонет от ненависти так значит полюби и тебе будет хорошо и вокруг тебе, и вокруг другим людям будет хорошо так вот любовь это задача вера в Бога это задача, которую надо поставить перед собой многие люди приходя в храм Божий страдают и не могут взять помощи в церкви, в святом месте потому что не имеют веры и мы, священники, помогаем таким людям обрести веру рассказываем, объясняем с тем, чтобы человек добровольно сам принял решение с Богом он верует он или нет и если человек понимает, что ему надо любить понимает, что ему надо веровать понимает, что ему надо надеяться в нем будет сила жизни и вот эти вот христианские добродетели вера, надежда, любовь они приводят человека к мудрости то есть София это мудрость а мудрость бывает только тогда, когда человек свят и ведет благочестивую жизнь Божьи, Божьи, Божьи Божьи, Божьи, Божьи Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Филарет, Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Диодор, всечестные отцы, братья и сестры. Мы сегодня отмечаем храмовый праздник этого святого храма и празднуем Матери Божией в честь иконы Ея, Неополимая Купина. Сегодня церковь совершает еще и память святого пророка и боговица Моисея, жизнь которого описана в книге «Бития» в Библии. И там есть повествование о том, что когда он вынужден был бежать из Египта и пас в Синайской пустыне овец, ему было явлено Богом удивительное чудо. Он зрел куст зеленый, горящий огнем и не сгорающий. Это было дивное чудо. И голос был из этой купины, голос Божий. И вот эта купина, это прообраз воплощения Матери Божией, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот это библейское повествование дало основание изображать на иконе Пречистую Божию Матерь, как купину Неополимую. Благодать и причастная икона, Неополимая Купина, являла многочисленные случаи помощи, избавления от огненного запаления. Верующие люди молятся Матери Божией, прибегая к ней в различных бедах. И особенно, когда бывают пожары или молнии, мы обращаемся к Матери Божией, воспоминая это библейское явление, купины Неополимой. И молим Матерь Божию, чтобы огонь вещественный не опалил наше жилище, чтобы не пострадали и люди в этой огненной страшной стихии. Поэтому сегодняшний день, это особенный день для тех людей, которые оберегают нашу безопасность, охраняя наши жилища, наши строения от пожаров, от стихийного бедствия. Но есть еще и другой огонь, огонь невещественный, который тоже способен попалять невещественное человеческое жилище. Но душу человеческую – это огонь страстей. И он также губитель. И он также способен нанести огромный вред и причинить великие бедствия. Господь в Святом Евангелии говорит нам о том, что если человек возрит с вожделением на женщину, то он уже прелюбодействует с ней в сердце свое. А вот человек подчас допускает в своей жизни такие поступки, когда огонь блудной страсти лишает его и разума и причиняет многие-многие бедствия. Возгорается в душе человека подчас и огонь гнева. И как Господь говорит, что сказано древним – не убей, а я говорю – и не гневайся. Потому что, когда возжигается гнев в душе человека, человек способен поднять руку на ближнего и подчас причинить ему великое зло. Если в душе человека возжигается страшный огонь гордыни, он попаляет вокруг него все. И человек потом живет, как в пустыне. Потому что эта страсть испепеляет все окружающее человека. И вот мы молим Матерь Божию, чтобы она избавила нас не только от вещественного огненного запаления, но и соблюла наши души от огня страстей. Того огня, который пожигает саму человеческую душу, делая ее бесплодной, делая ее неспособной быть жилищем и вместилищем Духа Святого. Перед этой многочудной иконой Царицы Небесной, именуемой нами Неопалимая Купина, «Мы припадаем к Матери Божией, прося и о внешнем заступлении от вещественного огня страстей». Будем чаще прибегать к Матери Божией и с усердием молиться перед ее святой и многочудной иконой. Да явит Царица Небесная на каждом из нас свою великую и благодатную милость. Особенная радость сегодня – день престольного праздника этого святого храма. Единственного в нашем граде Симбирске храма, который не закрывался. И хотя этот храм в годы войны принадлежал обновленцам, но все-таки он не был закрыт. А потом этот храм был возвращен православным и был многие-многие годы безбожной советской власти единственным местом духовного пристанища верующих людей. Поэтому для многих этот святой храм поистине духовная Родина. Многие принимали здесь крещение. Многие приходили сюда, вознося здесь молитву. Поэтому, конечно, для всех жителей Симбирска этот храм – самый любимый храм. Храм, который, наверное, ну если не каждый, то многие-многие жители нашего города приходили для молитвы. И Владыка Филарет здесь начинал свое духовное поприще и принял святое крещение. И Владыка Деодор здесь духовно возрастал. И многие наши пастыри, и многие миряне, конечно, считают этот храм своим родным и духовно близким. Вот это сегодня всех нас объединяет. Я вспоминаю слова Владыки Прокла, когда вот мы с ним встречались, он говорил, что ну вот у меня там в Ульяновске совсем маленький деревянный храм. Но Владыка Прокла, он, наверное, привык к масштабам Ленинграда, да, Петрограда, потому что он был викарием в Санкт-Петербургской епархии. Конечно, Петроградские соборы, они огромны, но я бы не назвал маленьким этот храм. Он вместительный и довольно удобный вместительный алтарь, который вмещает наше духовенство. И, наверное, в таких храмах особенно приятно молиться, потому что здесь вот чувствуешь эту духовную общность и духовенство, и народа Божия. Я радуюсь сегодня возможности вместе молиться с преосвященными владыками, с нашими пастырями и с нашими православными верующими людьми. Снова и снова призываю на всех вас небесное Божие благословение, покров всепречистой и преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Присна Девы Марии. Да хранит всех нас Царица Небесная под своим благодатным покровом. Причастников поздравляю с принятием святых и животворящих Христовых Таин. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Братья и сестры Очень часто возникает такой вопрос, когда человек приходит в храм, то он на некоторых иконах видит висящие золотые украшения, золотые крестики, цепочки и даже кольца. Возникает вопрос, для чего это делается? Ну, ответ очень простой. Дело в том, что многие люди, получая утешение в своих молитвах, получая долгожданное исцеление, решение своих каких-то жизненных проблем, в знак благодарности, жертвуют перед иконой, которой они молились. Эти золотые украшения собираются по благословению настоятеля храма или правящего архиерея, и потом, когда их накапливается достаточное количество, они идут на нужды церкви, на реставрацию икон, на изготовление для них рис из серебра и золота. То есть, с давних времен, в старые времена, в древней России, дореволюционной России, многие богатые люди, меценаты, купцы жертвовали любимым иконам серебряные, золотые ризы, оклады для того, чтобы благоукрасить икону. То есть, это такое благочестивое жертвование для храма и для того или иного любимого образа, перед которым ты в храме молишься. И некоторые приносят знак благодарности за исцеление от болезней и решение каких-то своих жизненных проблем. Когда человек молится и получает помощь свыше от Бога, от Матери Божьей, от святых угодников Божьих, то он возвращается в этот храм и жертвует на этот храм те или иные золотые украшения, которые иногда вешаются и на иконы, перед которые молящийся молился и получил разрешение своих проблем исцеления той или иной болезни. То есть, это как бы жертва Богу, жертва храму. Ведь и в Ветхом Завете мы с вами считаем, что когда Господь повелел Моисею изготовить ковчег Завета, то он был обшит золотом для того, чтобы показать величие Божие. Ведь мы храмы украшаем для чего? Что прославить того, для кого он предназначен, то есть прославить имя Божие. И поэтому с древних времен купола на Руси покрываются золотом, то есть для того, чтобы воздать хвалу Творцу и Создателю, источнику нашей жизни, подателю всех благ, того, что мы просим у Бога. То есть мы, украшая иконы, украшая храмы, купола, золотом покрывая их, мы тем самым прославляем имя Бога, Творца небу и земли. Друзья мои, часто христиане нашей страны, во многом крещеные в детстве и мало посещающие храм Божий, спрашивают, как себя вести в храме. И надо сказать, что у многих людей, которые приходят в храм впервые, возникают необыкновенные чувства. Много раз мне говорили о том, что при входе в храм у человека возникают слезы. Если такое возникает, то это прекрасно. Это говорит о живости восприятия человеком, отношении к Богу. К сожалению, мы, когда растем, меняемся, наше искреннее восприятие этого мира и любви, окружающей нас, любви родителей, любви близких и даже любви к Богу, постепенно теряет для нас остроту. А вот если человек стремится к тому, чтобы острота ощущений осталась, и особенно эта острота была выражена в любви к Богу, то тогда такой человек, приходя в храм Божий, ощущает радость от этого. Он ощущает от этого подпитку духовной энергии, которая дает возможность жить и действовать и в дальнейшем получить во время Оно спасение души. Иногда спрашивают, как нужно, войдя в храм, вести себя. Во-первых, каждый христианин, войдя в храм, должен перекреститься и, поклонившись троекратно, сделав поклон в пояс, обратиться к Богу с молитвой «Боже, милости буди мне грешному». Иногда к этой молитве приснят еще две «Создав имя Господи и помилуй меня, мечта согреши Господи, помилуй и прости меня грешного». Если это будет совершено в пост, то тогда вход в храм спореждается земными поклонами с теми же самыми молитвами. Когда вы входите в храм, первым делом вы должны пройти к центральной иконе. Обычно на аналое, то есть подставке для иконы в центре храма находится образ, который характеризует празднование сегодняшнего дня. Это или образ того святого, которому празднуется в данный день, или это образ Божьей Матери или Спасителя, если это Большой Спаситель или Богородица праздник. Мы, обращаясь мысленно к Богу, Матери Божией, святым угодником Божьим, мы также трехкратно молимся. Сперва делаем два поясных поклона. Затем целуем образ и затем, отойдя, делаем третий поясной поклон. Приходя в храм Божий, вы должны приходить с благоговением, с верою, с любовью к тому, кого вы сейчас увидите. Входя в храм, вы видите иконы, вы слышите пение, вы видите священное богослужебное облачение. Иными словами, вы осознаете, что это богословие в красках, это богословие в вещественных предметах. За каждым из этих священных предметов стоит история и богословие. Для того, чтобы понять смысл этих предметов и песнопений, и икон, чтобы вы могли раскрыть их для себя, необходимо не только посещать храм Божий, но и самостоятельно изучать Слово Божие. Если вы будете это делать, то в храме вам будет стоять интересно, легко и радостно. Вы будете слышать песнопения, и эти песнопения проникать вам будут в душу и изменять вас. И вы будете меняться, и выйдя из храма, вы можете сказать, что я действительно был на небе, а не на земле. Обычно, когда мы входим, то мы прочитываем молитву, содержащую в себе стихи из 5 и 121 Псалма. «Возвеселившись, орехших мне в дом Господень пойдем. Ажи множество милости Твоей, Господи, в ниду дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему. Господи, правду и Твоей настаивай меня, враг моих ради исправит предтовую душу мою. Да не суждено прославлю, пресвятое Твое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа». Частенько люди действительно заменяют образом святого и даже само крестное знамение. Но надо прекрасно помнить и отдавать себе отчет в том, что крест – это есть орудие и символ спасения. И ношение его для всякого православного христианина строго и обязательно. Тут никаких компромиссных вопросов нет. Почему? Потому что крестом человек ограждается от всяких напастей. Образы святых – это уже дополнительное, то, что человек может носить, и не является обязательным. Почему? Потому что образ святого, что по своей сути является образом, – это икона. Это то изображение богословское, иконописное, которое он носит с собой вместе. Это уже дополнительное и личное желание всякого христианина – носить образ того или иного святого, который его жизни помогает, имя которого он носит. То есть это нисколько не возбраняется, но никак нельзя этим заменить крестные знамения. Относительно четок. Четкие вещи – все-таки орудие духовное. И носится, приобретается и используется, и молитвенные правила с четками совершаются по благословению. Это надо прекрасно понимать. Это не какая-то атрибутика, это не аксессуар. Это действительно духовное орудие, вещь, которая носит духовное значение. Кольцо «Спаси и сохрани» – некоторые люди заменяют этими подобными кольцами, венчальные кольца. Почему? Это очень действительно хорошая традиция, потому что венчание есть православное таинство, в котором мы также просим нашего Господа спасти и сохранить. Насколько необходимо носить кольца с надписью «Спаси и сохрани»? Это тоже только по желанию человека. На самом деле, на всяком крестике, на крестном изображении, которое человек носит на своей груди, с обратной стороны креста уже написано «Спаси и сохрани». Поэтому, если носить или не носить это кольцо, человек принимает решение совершенно самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok